Это отличный вопрос с точки зрения, что надо смотреть. Вообще, насмотренность – это мое главное, мне кажется. Любой совет – это большая насмотренность. Не для того, чтобы копировать или что-то повторять, а для того, чтобы понимать, что вообще происходит, и, может быть, что-то не делать. Или, например, надо искать новый путь, если ты это действительно можешь. Но насмотренность – это очень-очень большой плюс, который любой человек должен делать. В моей индустрии, соответственно, все фото-журналы, они понятны. Но так как сейчас все, в общем-то, перешло давным-давно, перешло в онлайн, это любые онлайн-ресурсы, которые продвигают фотографии. Там Petapixel, F-Stoppers, любые комьюнити, которые вы найдете, где действительно классные фотографии. Допустим, SkyPixel – это в дроне. Следите за ними, смотрите, что делают люди. Фото и видео все более-менее понятно. У нас есть там на перечет ресурс, который есть, включая тот же YouTube, который огромный сервис этих ресурсов, где можно найти все. С дронами очень сложно. Нет единого туториала, который мы мог бы рассказать, как я вытаскиваю из коробки вот этот новый блестящий, белый Фантом, серый Мавик или серый Инспайл, еще что-то. И до того, как я сдаю фильм на клиенту или посылаю его на дрон-фестиваль. Вот этого туториала нет. Каждую вещь надо искать отдельно по 150 тысяч туториалам. То есть ты заходишь, смотришь, а что мне с ним делать? А как мне его запускать? А как летать? А какие я могу делать cinematic moves? Там ревилы всякие и так далее и тому подобное. Потом, в чем мне правильно снимать? 24 кадра в секунду, 50 кадров, 60. Я не знаю. Может быть, я когда-нибудь выпущу единый целый туториал, над которым я уже давно думаю, где будет как раз обучение от того, как ты вытащил, и первый раз взглянул, ой, какая классная белая штука. До того, что мой, например, фильм уходит на дрон-фестиваль, какой-нибудь Нью-Йорк дрон-фестиваль, и там занимает место.